Судьи, пометуйте, власть не вечно. Русские танки уже стоят на границе. Сели не в то кресло, вот они! Кривляясь, коверкая слова и пародируя акценты, российские медиа и политики сообщают своей аудитории. Народы и языки бывших республик СССР комичны и не заслуживают серьезного отношения. Национально сведомые украинские политологи. Больше всех достается Украине. Отдельные слова, смешиваясь с русской речью, получают эмоциональную окраску. Мова – незалежная. Притом окраску всегда отрицательную, словно это какие-то жарганизмы, а не повседневная лексика. Пренебрежительная – сведомые, на украинском означает всего лишь сознательные. А зрада – предательство. Высшие украинские политики прекрасно понимают, кто в незалежном доме хозяин. Незалежная растеряла всю мощь своего промышленного наследия. Рассказывая о новостях из бывших советских республик, российские провластные медиа периодически отпускают замечания о том, что все хорошее им, конечно же, досталось от СССР, отказывая в каких-либо собственных национальных достижениях. Ностальгия по Союзу, правоприемницей которого стала Россия, насаждается уже не первый год. Восхваление прошлого, идеализированного, далекого от реальности – это уже самостоятельный жанр современной журналистики в провластных СМИ. Большая часть техники на параде родом из СССР. Бывшая богатейшая республика Советского Союза. Пока Прибалтика была в составе СССР, она съедала в два раза больше, чем производила. Топоним Прибалтика – еще один маркер пренебрежительного отношения к соседям и их желаниям. Латвия, Литва и Эстония неоднократно просили называть их государствами Балтии. Мало того, они официально уже давно относятся к странам Северной Европы. Термин Прибалтика – изобретение времен СССР, да еще не точное. Воды Балтийского моря омывают берега многих стран, но в Союзе называли так лишь Советские республики. Современные российские медиа пожелания соседей игнорируют, как и просьбу употреблять предлог «в» по отношению к Украине. Что уж говорить про всех этих пособников нацистов при Балтике, на Украине и так далее. Редакторы ссылаются на традиции и литературную норму русского языка. Хотя ничто не помешало им с привычного «на Донбассе» перестроиться на предлог «в», подчеркивающий независимость, отдельность региона от Украины. Перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно. Единственный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Киев готовит теракты в Донбассе. Игнорируют медиа, ссылаясь на традицию и название независимых Туркменистана, Кыргызстана и Молдовы. Выйдя из СССР, многие советские республики поменяли название, но только не в российских провластных СМИ. Владимир Путин поздравил президента Туркмении. Газпром дал отстрочку Молдавии. Киргизия превращается в один из главных каналов проникновения в Россию боевиков ИГИЛ. Не исключение даже дружественная Беларусь. Хотя там русский государственный язык, а название «Республика Беларусь» закреплено в Конституции, в российских медиа по-прежнему используются традиционные для СССР названия. Абсолютным контрастом выглядит на украинском фоне Белоруссия. Из Амурской области в Белоруссию отправлен эшелон с российскими военнослужащими и техникой. Нежеланием использовать новые названия стран словно подчеркивается их несостоятельность. Их образ якобы до сих пор зависимых от центра, то есть от Кремля, регионов. Вот это как раз, наверное, и есть такой постколониальный буллинг. Типа вы были нашими, вы были в нашем составе, поэтому мы будем продолжать вас вот так вот назвать из принципа тем названием, которое вам вообще неприятно, ну а нам как бы больше неприятно вам переделить. Использование советских названий – это, да, наверное, очередная попытка закрепить какой-никакой контроль над этой территорией, да. А пусть даже и он выражается, допустим, просто в том, как называется страна. Белоруссия, Киргизия, Молдавия и Прибалтика – старые, привычные уху названия стран и территории, которые словно никуда и не делись, а до сих пор остаются в орбите Советской империи, как будто Советский Союз и не распадался вовсе. Субтитры создавал DimaTorzok